Знаменитая задача Хэрри о количестве деревьев на n перши. Деревья на n перши. Что такое вообще дерево? Дерево это связанный граф без цилиндров. Вот, например, дерево... Итак, представьте себе, что нас сейчас интересуют нумерованные деревья. Я сразу буду здесь составлять табличку. Если n у нас равно единице, то, конечно, нумерованное дерево одно. И это просто-напросто одна точка, около которой стоит один. Если вершин две, то вообще-то тоже единственное нумерованное дерево. Если вершин три, то ситуация интереснее. Потому что мы в центре пишем либо единицу, либо мы в центре пишем тройку, либо мы в центре пишем двойку. Вот они все деревья, да? Их три штуки. Так вот, цель состоит в том, чтобы получить форму для количества нумерованных числами от 1 до n деревьев на n перши. У этой задачи есть минимум, ну, то есть, может быть, есть не больше, но я знаю четыре комбинатурных решения. При этом одно из них называется кодирование блюфера. Это совершенно замечательная процедура, которая, на самом деле, как-то раз на баллонных марте здесь рассказывалась. И поэтому давайте сегодня как раз ее я рассказывать не буду. А я расскажу доказательства чуть-чуть другое. Но только сначала надо увидеть формулу, которую мы хотим доказывать. Значит, это деревья на четырех вершинах. Во-первых, они бывают в следующих деревьях. Бывает вот такое дерево на четырех вершинах. Значит, теперь сколько штук. Здесь все зависит от того, какую цифру написать в центре. Поэтому здесь четыре варианта. Здесь зависит от того, какие две цифры написать сюда, и после этого еще и по краям. Тут какая-то история. Значит, вот можно написать один, два, три, четыре. А можно написать четыре, три, два, один. Это одно и то же. Да? То есть можно слева направо, можно справа направо. Но вообще-то перестановок 24 штуки на четырех элементах. И с учетом того, что слева направо и справа налево это одно и то же, получается 12 вариантов. 12 плюс 4 это 16. Замечательно. Теперь следующий пунктик, он будет интереснее. Деревья на пяти вершинах. Какие у них бывают пяти? Вот есть вершина, из которой выходит четыре отрезка. Замечательно. Таких деревьев, очевидно, пять штук. Есть еще вот такая штука. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь та же самая история. Слева направо и справа налево одно и то же. Перестановок на пяти элементах это пять патериалов, то есть 120. 120 пополам это 60 вариантов. Отлично. Здесь вот такая штука. Смотрим, что это такое. Здесь можно менять вот эти две. Поэтому это будет 120 пополам, то есть 60 штук. 60 и 5 это 125. Господа, заметьте, пожалуйста. 16 это 4 умножить на 4. 125 это 5 умножить на 5 умножить на 5. Вот уверяю вас, ответ для 6 это будет, знаете сколько? 6 на 6 на 6 на 6. Это да. А я не понял представление дерева, которое я не понял. У него есть две вершины, которые по центру. Еще раз, у него пять вершин. Спасибо большое, что поправил. У него пять вершин. Раз, два, три, четыре, пять. При любой номерации на самом деле важно, как здесь, здесь, здесь. Это все уникальные номера. А вот эти номера можно менять. Поэтому 120 пополам. Понятно? Всего способом зонумеровать пять объектов числами от 1 до 5, 5 факториалов. 120 способов. Но при этом вот эти два нужно менять. И от этого ничего не зависит. Поэтому надо 120 разделить на 2. Получится 60 вариантов. Понял? Отлично. Теперь надо суметь выписать, вырисовать все деревья на шести вершин. Это сложнее, чем на пути. Не правда сложнее. Но давайте смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это наше любимое шесть материалов в полам. То есть 366. Отлично. Следующая картинка такая. Раз, два, три, четыре. Дальше вот это вот разветвление, да? И опять-таки это шесть материалов в полам. Опять 360. Дальше бывает такая вещь. Здесь разветвление и здесь разветвление. Очень интересно понять, сколько у нее симметрии. Смотрите. Вот эти две точки можно менять как хочешь. Эти две точки можно менять как хочешь. Еще можно левую половину менять правую. Поэтому это будет 720 разделить на дважды дважды два. То есть это будет 90 вариантов. Так, пока все понятно? Вот. Теперь надо понять, что я какие-то деревья еще забыл. Например, очевидно, что я забыл такой вариант. Из одной вершины выходят три отрезка. И здесь еще два. Так, ребята, проверяйте, пожалуйста. Количество вершин должно быть равным шести. Равно или не равно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Сколько здесь вариантов? Ну опять, конечно, шесть материалов. А вот сколькими способами можно менять между собой эти три точки? Шестью. Потому что на трех элементах шесть я перестану. Шесть, факториалов выделить на шесть, это 120. Замечательно. Точно, что я забыл еще картинку, когда из вершины выходят пять отрезков. Таких картинок очевидно шесть штук. Потому что важно, какое тишно поставить в центр. Ну если угодно формально, шесть материалов сдали на пять. То есть их шесть штук. Так, нет ли еще чего-нибудь? Есть. Вот есть такая замечательная картинка. Представьте себе четыре точки. И здесь вот так. Или было? Было. Уже было, вот это было, да? Это было. Хорошо. Так, а что я тогда забыл? Это точно что-то забыл. Значит, палочка, палочка, палочка. А вот такая штук, я же ее забыл. Правильно? Отрезок из пяти точек и здесь торчит. Так, сколько здесь вариантов? Здесь вариантов, очевидно, семьсот двадцать и полов. Здесь вариантов триста шестьдесят. Так, кстати, давайте посчитаем. Триста шестьдесят и триста шестьдесят. Это тысяча восемьдесят. Триста шестьдесят, триста шестьдесят, триста восемьдесят и сто двадцать. Это тысяча двести девяносто и шесть. Ура! Все, ничего не забыл. Тысяча двести девяносто и шесть получилось. Значит, все деревья на шести вершим от нарисовал. Молодец. Значит, теорема Кэлли звучит следующим образом. Н в степени Н минус 2. Так вот, ребята, для того, чтобы ее доказать, я сейчас применю очень забавный прием. Я замечу, что в некотором смысле легче рассуждать не о числе Н в степени Н минус 2, а о числе Н в степени Н. И только просто, откуда взять еще умножение на Н и на Н? А вот я в любом деле покажу пальчиком на некоторую вершину, на любую из Н вершин. Мы пальчиком указываем на любую из Н вершин и называем ее начальными вершинами. После этого указываем другим пальцем на любую, кстати, на ту же самую, неважную какую-то из Н вершин, и называем ее конечной точкой дерева. И смотрите, в любом дереве на Н вершинах начало можно выбрать Н способами. Конец можно выбрать Н способами. Значит, любое дерево даст Н квадрат вариантов. Н квадрат умножить на Н в степени Н минус 2, это как раз Н в степени Н. Значит, нужно доказать, что количество деревьев на Н вершинах, повеченных численно от 1 до Н, в которых выбрана вершина, которая называется начало, и выбрана вершина, которая называется конец, что количество таких деревьев ровно Н в степени Н. Отлично. Давайте это доказывать. Для того, чтобы это доказать, нам нужно, во-первых, просто указать какой-то объект, какой-то тип, которого ровно Н в степени Н штук, для любого Н. Известно, что это такое. Если у вас есть Н несколько, на каждом из которых может стоять любое из чисел от 1 до Н. Вот здесь стоит любое число от 1 до Н, здесь любое от 1 до Н, здесь любое от 1 до Н, то понятно, что всего будет Н умножить на Н умножить на Н и так далее, то есть Н в степени, Н в степени Н в ряду. Другими словами, если вы рассматриваете Н точек, вот давайте я прямо сейчас превращаю задачу в диаметическую, Н точек, и из каждой из них рисуете стрелочку, может быть в саму себя, может быть в любую произвольную, но из каждой вершины рисуете ровно одну стрелочку. Вот что это такое, скажем, из четверки можно поставить стрелочку назад, скажем, из пятерки в четверку, ну, давайте мне, для конкретного числа. Из шестерки, например, послать в пятерку, из семерки в восьмерку, из восьмерки в девятку, а из девятки в северку. Понятная система? Значит, и так, у вас есть, скажем, числа одно в девяти. Вы из единицы посылаете в четверку, из четверки, кстати, куда из четверки? В единицу. В единицу, из двойки в тройки, из тройки в тройку, из пятерки в четверку, из шестерки в пятерку, из семи в восемь, из восьми в девять. Замечательно. Таких вот картинок действительно ровно н в степени н штук. Если я сейчас сумею по любой такой картинке нарисовать дерево, да причем, внимание, не просто дерево, а дерево с начала и конца, ну и наоборот, чтобы по дереву сначала и концу нарисовала такая картинка, то я тем самым докажу формулу КВИ. О том, что деревья в тенни степени я на минуту и жду. Отлично. Оказывается, для этого нужна идея цикла. Ребята, те точки, в которые можно попасть по стрелочкам, начав с самой этой точки, я сейчас рассмотрю отдельно. Вот смотрите, из шестерки, если вышел, то уже не вернуешься. Из пятерки вышел, уже не вернуешься. А вот из четверки, смотрите, 4, 1, 4. Значит, 4 это хорошая точка. Давайте я буду это написать. 4. Из единицы вышел, пришел, вернуешься. Единица тоже точка хорошая. Из двойки уже не вернешься. А тройка точка хорошая. Так, 7, 8, 9 тоже точка хорошая. Вот они, точки, обладающие тем свойством, что когда вы из любой из них выходите по стрелочке, у вас есть возможность вернуться в ту же самую точку. Кстати, заметьте, пожалуйста, поскольку из каждой точки выходит ровно одна стрелочка, то вообще-то, что называется, тут дурь неочек, так? То есть, либо вы ушли, тут вариантов не возникает. Из каждой вершины выходит одна стрелка, поэтому либо этот цикл, либо вы уже ушли, так и ушли. Замечательно. Итак, вот у нас возникли числа 1, 4, 3, 7, 8, 9. Замечательно. Я сейчас сделаю очень простую вещь. Я эти числа выпишу в их нормальном порядке. То есть, так, что называется, порядки возрастают. 1, 3, 4, 7, 8, 9. Понятно? Теперь, под каждым из них я напишу, куда оно переходит по стрелочке. Под единицей я напишу 4. Отлично. Под четверкой я напишу что? Единицу. Дальше, под тройкой я напишу тройку, естественно. А здесь 7, 8, 8 в 9, а 9 в 7. Ребята, в математике это называют перестановка. То есть, это отображение из множества в небожих самолетах. И это отображение, заметьте, взаимооднозначное. То есть, вверху присутствуют в точности те же самые чиселы, только внизу, только в перепутанном порядке. А вот дальше я делаю очень просто. Я объявляю, что в моем замечательном, прекрасном дереве начало будет вот здесь. Помните, я обещал, что куда-то будет расставлена буква «Н». Конец, угадайте себе, будет вот здесь. Вот это они вот так вот ведут. Но, правда, это еще какое-то странное дерево, потому что это только вот такая основная линия, да, то есть, несколько точек, а тут же есть еще другие. А вот все другие присоединены так, как они здесь идут по стрелочкам. Объясняю. Вот у нас, смотрите, я лучше картинку рисую. У нас возникла картинка точки 4, 3, 1, 8, 9, 7. Правильно? Вот эти точки мы соединяем отрезками. А теперь двойка была присоединена стрелочкой к троту. Так вот, я ее присоединяю. Дальше пятерка и шестерка были присоединены к четырех. Значит, я рисую здесь 6, а здесь 5. Отлично. Все. Все. У меня действительно получилось дерево. у меня действительно получилось здесь дерево. Давайте подумаем, собственно, говоря, да, секунду, не просто дерево, а дерево с отмеченным начальным и конечным элементом. Так, теперь давайте подумаем, и все замечательно, и видно, что моя процедура в одну сторону работает. То есть, когда есть картинка со стрелочками, я совершенно запросто могу по ней получить. Но давайте посмотрим в обратную сторону. Если я возьму какую-то страшную идею, я сейчас нарисую что-нибудь такое совсем ужасное, нумеруем его числами и пытаемся понять, какая картинка с стрелочками здесь. Так, ну, мне кажется, достаточно уже, да? начало пусть будет, например, вот здесь, конец пусть будет, например, вот здесь. Так, теперь надо как-либо случайно понумеровать. Раз это дерево, то конец и начало соединены очевидно одним путем. Вот, конец и начало соединены единственным путем. Значит, я совершенно преспокойненько выписываю вот эти числа. Числа такие 15, 8, что там дальше, 6, дальше 4 и 22. Вот, я выписал числа 15, 8, 6, 2, 4, 22, отлично. Надеюсь, все понимают, что сейчас будет. Я над этими числами напишу их в их нормальном порядке по возрастанию. 2, 4, 6, 8, 15, и 20, 20. Ребята, это перестановка. А раз это перестановка, то она однозначно разлагается на циклы. Смотрите, что значит на циклы? Пересую точку 2, ставлю стрелочку в 15, из 15 ставлю стрелочку в 4, так как любая перестановка. Из 4 в 8, из 8 в 2. Это вот один цикл. И другой цикл. Там есть из 6 в 6. Правильно? И еще там что дальше будет? 22, И 22, 22. Все. Вот так разложилась перестановка на циклы. Таким образом, я понял, что происходит вот с этими точками. Ну, так с остальными все просто. Из единицы идет стрелочка в 8. Я ее ставлю. Дальше, что там? Из 13 тоже идет стрелочка в 8. Из 14 идет стрелочка в 15. Примерно, можно я дождь ему? Видно, да? Вот дальше стрелочки идут вот так вот они все по дереву к этому нашему пути. Да? По перестановку, я объяснил, как я записал. У меня есть начальная точка, отмеченная в графе, и конечная. Они в дереве сединие единственным путем. Это свойство дерева. Любые две точки сединить единственным путем. Да, по рюмаму. После этого я их пишу в этом порядке вторую строчку, а в первую строчку я пишу в том порядке, который про неред эти числи. Поняли? Я считаю, что это объяснение.